С ремонтом многих сотрудников нету в галерее, и пока просто физически не успеваем всем дать ответ, но ничего. Так, где у нас Елена Владимировна? Тоже их ждем. Сегодня Елена с Владимиром подготовили ряд вопросов. Слышно, хорошо слышно, можете попробовать громче чуть-чуть говорить. Громче говорить? Ну, так нормально, да. Какие у нас сегодня темы обсуждения? Как обычно мы хотим поговорить про вдохновение. Мы хотим поговорить, откуда брать информацию для будущих картин. Мы хотим поговорить про будущий блок работ, посвященный Одриху Эббергу. Мы хотим поговорить о цвете в живописи. Мы хотим поговорить о том, как себя восстанавливать после длительного рисования. И мы хотим поговорить о будущем. Мы хотим поговорить о необходимости личного каталога. И мы еще хотим предложить такую тему, как дразнить себя великолепными картинами. Как надо себя дразнить. Откуда ноги растут, извиняюсь за выражение, о вдохновении. Это не просто кто-то вдохнул вас, да, и вы начинаете рисовать. Мне хватило 50 лет, что вдохновение приходит от человека к человеку. От произведения искусства к человеку. От проявления чего-то вдохновения и ты подключаешься, да. Типа белая зависть, да. Почему не я? Почему кто-то смог сделать? Ну, можем начать, конечно. Сейчас я вам покажу. Источник вдохновения может быть и растительным. Когда мы гуляем по парку, да. И вдруг, ну, с детства, да, знакомые эти цветы, петушки, да. И вдруг мы видим чудо, да. Другие люди проходят мимо, знают, что это неприхотливое растение, что они цветут в мае и, ну, пахнут, аромат. Да, но если подойти внимательно к этому цветку, то можно найти столько тайн, можно понять, что это девятилистник, можно понять по геометрическим плоскостям очень красиво, да. Можно зайти внутрь цветка и узнать, что там происходит. Можно попробовать делать его бархатимым, чтобы понять, кто это такой, познакомиться с ним, с человеком мы познакомимся. И в итоге, в итоге, когда вы познакомитесь, не побоитесь познакомиться с таким сложным цветком, в итоге у вас получается проведение пульта. Вдруг раз, да, какой-то портрет ириса, портрет ириса сиреневого, мало нам цвета, много чтобы было. Второй портрет ириса уже другого цвета, немножко, да, более бордовый, да, но тоже со своей бархатистой поверхностью, со своей недосказанностью, со своей конструкцией, со своим эмоциональным цветом, да. И третий, белый, светло-голубой, да, такой вот, вот он, третий, сейчас покажу, оп, и выставить и написать их уже все вместе, для того, чтобы они напоминали вам, допустим, о майском запахе, когда вот все цветы на перегонки распускаются, то один, бумажки маленькие, то колокольчики какие-то, то вот, посмотрите, у нас на бульваре Жванецкого все в каштанах, которые вдруг ни в того, ни в сего, вот так вот в один день раз и расцветают. Ну, чуть-чуть назад, Лена, чуть-чуть назад, потому что очень близко. И постарайтесь столик не шатать, на котором компьютер стоит, потому что дергается сильно камера. О, вот так под углом, отлично, оно не бликует тогда. Так, Флода Моне, вчера писали. Ну, что ты хочешь сказать? Ты мне вчера по этому саду говорила, что ты прямо вдохновлена, и что такого получилось, и что ты еще хочешь закончить в этой работе, чтобы вот было вау? Ну, значит, мы уже перед этим садом Флода Моне, когда он в поместье Жаверни на улицу, и вдруг, ну, в свой сад, и видит, что за ночь все изменилось, все покрылось ковром фиолетовых голубых ирисов. Еще вчера этого ничего не успеет, он быстрее и быстрее начинает писать. И вот мы тоже, типа, мы уже знаем конструкцию этого цветка, да, мы же познакомились с портретами, да, когда написали три портрета, мы уже знаем его конструкцию, его цвет. И теперь мы сделали, типа, орнамент цветка, знаем, что этот цветок не любит пастоза, ни в коем случае, он любит только протирку и маленькую прошкрятку, да, что он хочет быть укорененным, обязательно, чтобы видели мы, откуда он растет, листья сапельки вот эти, поэтому он называется сапельник. И, конечно, необходимость цветка одного в другом, они перекрывают друг друга, да, и где-то не заканчиваются эти листья, потому что они, как маковые цветы, но цветы, они как бы заменяют тех, которые уже оцвели. Поэтому у нас здесь дома в мастерской много ирисов, и только утром, которые оцвели, и удивляемся, восстанавливаются теми, которые лопнули и расцвели новым цветом. Вы понимаете, что теперь мы уже не пропустим этот цветок в следующем мае, будем его ждать. А этот, конечно, мы сегодня закончим обязательно вуальчками. То есть мы помним, что это акварельный цветок. Вот, что еще очень важно. Ага. Что там происходит? Закрой, пожалуйста, вайбер на компьютере. Смотрите, вот это то, что я сейчас вам показываю. Действительно, вот так, да. Это знакомство с каждым из цветов, которых вы не знаете. То есть мы должны разрезать цветок, понять, как он соединен с черенком, как они соединены между собой, эти листья. Посмотреть, сколько этажей. Мы в восторге были с Володей, потому что мы поняли, что это девяти листьев. И каждый этаж, первый этаж, три листа. Второй этаж, три листа, повернутый на 60 градусов. Вот третий этаж, три листа, повернутый так, как первый этаж. И под третьим этажом три больших, хороших таких пестиков, которые охранены печеньками. В общем-то, ну как вам сказать, восторг не имеет предела, потому что мы не постеснялись, не испугались, а зашли внутрь этого цветка и поняли, как он сконструирован. Он сконструирован почти так же, как человек, когда мы изучаем пустическую анатомию и смотрим, какие связки, где у нас ключички, где у нас грудина. Смотрим, из чего состоит человек. И вот вспомните, пожалуйста, Леонардо да Винчи и Микеланджело, которые не боялись те средние века, и все-таки они посещали морги. И они резали людей, смотрели, что там внутри них находится, как составлен человек, как он может двигаться, как у него все, это детородное, как у него там все составлено, как сухожилия какие-то, где кровеносная система. И вот самое мы сделали с этим цветком ирисом, мы его, извиняюсь за выражение, препарировали. Всем тоже советую, если ваше внимание, причем знаете, какое сердечное внимание вы обратили на какое-то растение, или на какой-то лист, или на какой-то фрукт, или на ягоду, или на дерево, возьмите его, любыми путями препарируйте. Найдите логику его расцветания и логику его, ну, отцветания, да, ну, умирания. Вот, и вы тогда сделаете это растение своим другом, членом своей семьи, и вы будете ждать его нового прихода на следующий год. Вы понимаете, то, что мы с вами говорили, календарь наших картин движется вместе с природным календарем. Можешь, вы скажете, что? Тема безограничная, конечно. Цветы – это просто как раз то, что нам надо сейчас, весной, для того, чтобы поднять все настроение и все вдохновение. И я их делал вместе с пленой, да, и как бы это не архитектурную конструкцию. Архитектор Захар Хадид, женщина, кстати говоря, гениальная совершенно в своих творческих позысканиях, вот, она основывала свои архитектурные проекты на скелетах животных, то есть на каких-то природных животных мотивах. Поэтому вот я тоже всегда, вот, как бы даже цветок, представляю себе, как архитектурное сооружение. И это просто, это просто фантастика, конечно. Вот. Как бы немножко другой подход, более конструктивный. Мне это было очень много для понимания, для какого-то творческого мышления архитектурного. Есть такая тема интересная, в общем, которую студентами развивать – это оптические архитектурные иллюзии. Вот, в своих архитектурных иллюзиях всегда можно найти что-то интересное, какие-то новые решения в выразительных, классических и архитектурных формах. И, конечно, такой цветок, он подсказывает, да, очень, очень понравился этот цветок, мы с ним подружились, и мне очень понравилось. Будем ждать следующего, будем ждать следующего цвета, следующего, следующего ирисов, надеюсь. Не будем бояться. Дружите с другими цветками, потому что цветов очень много, если у вас какие-то идеи есть, вы, кстати говоря, подсказывайте. Вот, вот девочки наши с Казахстана, Лена и Моруа, они присылают постоянно, да, вот. Увидите, вот новые одежки с вами, я тебе показывал, да, очень здорово, спасибо, молодцы вы. Мы чувствуем, что вы с нами не просто, как бы, у нас учитесь, вы с нами сотрудничаете, вы с наших помощниками. Можно я скажу, немножко у нас что-то связь барахлит, не знаю, может мне кажется, но какая-то задержка, в самом случае, у меня точно. Давайте мы поговорим с нашими зрителями, кто у нас находится в конференции. Давайте, мы хотим обратную связь обязательно. А то, чтобы не мы только говорили. Да, давайте вот, кто хочет задать вопросы Елене Владимиру, давайте начнем. Вот Лида Сорокина, правильно? Могу ли я вам включить микрофон? Давайте попробуем. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте, как меня слышно? Да, слышно хорошо, вы можете обратиться к Елене с Владимиром, какие у вас есть вопросы. Здравствуйте, Лидочка. Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно вас видеть, наконец-то я стыковалась. Да, я новичок в общении с вами, но слежу за вами уже где-то на... Тюбе, техника ваша, то есть вот почувствовала, что это... Я художник-самоучка, но уже где-то, наверное, лет 17 занимаюсь художеством. Начинала с росписи стен, потом решила на холсты перейти. Вот. Где вы находитесь? Я в Греции живу, я сама из Сибири, из Омска, сейчас уже в Греции, 17 лет живу в Греции, вот. В городе? А? В каком городе? Город Халкида, это рядом где-то час езды от Афин. Вот у нас грек сидит рядом. Там у меня есть... Городок прекрасный. В какие-то корни, поэтому особо интересно. Что у вас там интересно в Халкиде, расскажите? В Халкиде, ну это исторический городок. Какой тут феномен есть такой, называется, бешеные воды, которые непонятно по какой причине, каждые 6 часов ровно течения меняют. Именно на вот этот эффект съезжаешься смотреть. Ну и тоже масса всего. Скажите, что вы рисуете хотя бы? Я рисую, я рисую в основном пейзажи и тема цветов. Покажи. Вот как раз, значит. Вот, то есть, в вашей технике написала только три картины пока что. Пробую. Очень робко, но пробую. То есть, вот самая первая, кстати, картина. Сама делала сюжет, подбирала что-то вот. Так. А, балясины. О, да. Отлично. Обхитительный фон. Так, захотела, захотела на черном-белом фоне какой-то красочный, какой-то акцент сделать. Сфотографировала из своего сада вот этот плющ. Нашла беседку в интернете, сделала ее ракурс, который мне удобно. И вот, как бы, и она мне зашла как-то, я ее поняла, эту картину, вот, вашу технику. Но потом, значит, я решила цветы попробовать в маленьких размерах. Вот, значит, первый это вот гибискус. Гибискус, отлично. Да, конструктивненько, неплохо. Тоже я сама сфотографировала цветок у меня в горшке. Вот. И это я нашла просто идею в интернете. Знаете, мне понравилась такая романтично-таинственная вот роза в... Не знаю, как хорошо ли, качественно ли видно, не знаю. Видно, да, роза в воскресенье. Да, вот она в гувшине в таком тоже вот его выписывала. Ну, Лидочка, скажите нам, вы, тяга к будущему, вы хотите кем стать в искусстве? Ну, как бы так громко сказать, что хочу создать свой мир в пейзаже, наверное, это громко будет сказано. Ну, можно громко говорить про себя. Очень хочется свой мир создать. Меня тоже тянет к этим всяким вот лесам, каким-то эльфикам, каким-то сказочным, вот эти все... Какое-то все таинственное, мистическое. Я еще сейчас вам покажу три картины, пишу еще в другой технике тоже. Вот Игорь Медведев, московский художник, если вы слышали, да? Очень мне вот эта техника зашла. Я пишу его картины, сейчас я вам попробую показать. То есть вот в таком... Это способная техника к кистью, да? Это... Здесь мастихин, в основном здесь мастихин, и очень разжижаешь масло до акварели. То есть оно идет как бы... В ахару, да? Понятно. Не знаю, сколько качественно видно, но мне вот именно вот ваше... Я хочу найти в этих двух техниках. Очень мне как... Ну, это мое, то есть прям вот... Вы получаете удовольствие после того, как вы сделали картину, которая вам самой нравится? Конечно, 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 ну... Можно сравнить? Конечно, я просто, то есть это... Я когда пишу картины, все, я ухожу, меня нет здесь, я как бы в своем... В своем мире нахожусь. Единственное, что я сейчас немножечко... То есть я же работаю как художник, я и продаю картины. Конечно, не в таком темпе, как хотелось бы, но я надеюсь. В основном сейчас у меня идет продажа через Фейсбук и в городе, то есть у меня есть заказы, меня уже здесь вот более-менее знают. Но минус в том, что вот эта вот зависимость немножечко, вот есть заказы каких-то своих сюжетов, люди заказывают тоже там природа, пейзаж, они немножко, конечно, скучноваты, но что делать, как бы пишу, чтобы какой-то... У вас есть такая цель, живописью заработать? Ну, конечно, конечно, конечно. Хорошо. Вы... Внутри себя именно то, что вы хотите... Пейзаж, портрет. Пейзаж, причем зимний. Это вот... Зимний пейзаж, хорошо. Зимний пейзаж, это вот мое, потому что, во-первых, у меня здесь снега катастрофически не хватает, как сибирскому человеку. Давайте мы вам дадим одну рекомендацию. Трувайк. Сейчас. Такая книга. И найдите в интернете. Вот зимний пейзаж воздрел в состояние настоящей картины, верю. Сейчас я вам покажу мою любимую работу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, ладно. Здесь слабо видно. Ну, вот, допустим, зимний пейзаж, посмотрите, если вы видите, бочка заснеженная. Все, поняла, да-да-да-да. Трувайк – это ваше, да? Ага. Пойте про него, почитайте обязательно. И попробуйте действовать, как он. Единственное, прошу вас, умоляю, заклинаю, не опираться на фотографию. Жвачку нам не надо. Стерю я с фотографией. Понимаете? Согласна, согласна. Мы иногда пользуем для того, чтобы, допустим, нам надо храм какой-то процитировать. Мы немножко там можем передавить чуть-чуть и убрать эту фотографию, а дальше вырабатываем светотень и цветовое отношение. Первое, кто к этому хосту как бы зашли в этот хост, и через этот хост вы хотите что-то сказать людям. Если вы стрессовываете 100% фотографии, вы уже чьи-то мысли и чьи-то светотеньевые, чьи-то композиционные, вы уже как бы повторяете это плохо, нехорошо, плагиатно и, как вам сказать, чуть противненько. То есть это не вы разговариваете, понимаете? Я поняла. Лучше работать с натурой, по вдохновению, но не исключая, что вы можете заниматься сами фотографией. Хотела сказать, я очень часто делаю ищу сюжеты, фотографирую, потому что у меня нет возможности с натуры писать. Абсолютно. Бои. Я свои какие-то, делаю фотографию, потом... Помните, Лидочка, об одном, и все наши студенты, пожалуйста, мы из холста разговариваем сами. Да. Соговорите. Это вам пожелание. Вы умничка, молодец, и у вас большое будущее. Спасибо. Вопросы к нам. Можно буквально пару технических вопросов по вашей технике. Почему, мне вот интересно, вы иногда, когда первоначально наносите, значит, краску на холст, я смотрю, вы иногда потом это все разносите кистью, иногда сразу, значит, ложечком. Иногда это какое-то имеет значение или просто как чувствуете? Лида, берите курс «Секретные подмалевки». Там множество подходов к разбрасыванию нижнего слоя. Вы тогда, если вы этот курс, как бы сказать, возьмете наше знание, которое мы предполагаем через ваше вдохновение распространить, напишите себе «Секретные подмалевки». Там основа для того, чтобы вы развивали свои подмалевки. Да, 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 да. Мы так и хотим от вас, чтобы вы пробовали свои техники. Понимаете? Да, потому что у меня, видите, у меня тоже идея такая, у меня нет цели как у кого-то копировать, я хочу себя найти в этой технике, чтобы, да, то есть я просто технические приемы вижу, смотрю. Ну, что еще хотите спросить? Ну, такой вопрос, не знаю, может, как-то смешно для вас будет звучать. Все, и пишу. Мне надо, я выставляю картину, мне надо указывать всегда, что это ваша техника или уже это как авторскую делать работу? Нет, вы уже эту технику купили, да? Ага. И что вы? Купили эту технику, это как выучить азбуку. Уже не будете, если написали книгу, вы же не будете говорить, я выучила азбуку, там кто придумал эту азбуку. Понятно. Главное, что вы умственно похожи на наши работы. Я поняла. Нет, у вас такого нету, вы свое придумываете, поэтому я говорю, что вы уже состоявшийся художник, потому что художник, он изнутри себя говорит какие-то идеи другим людям. А его азбука может быть там на английском языке, там на греческом языке. Спасибо. Вам огромное спасибо. Красивая девушка. Спасибо. Спасибо, да, сейчас я переключу. Кто у нас хочет? Вот Юля я вижу. Юлечка, здравствуйте. Хотите, да? Так мы вас не слышим. О, чуть-чуть громче. Слышно так? О, отлично, да. Елена, Владимир, общаемся. Здравствуйте, вы откуда? С Израиля. Я очень счастлива вас видеть. Вы же с нами уже говорили. Заканчивается, поэтому на тех я не была. И как бы не успела. У меня еще две работы, которые я рисую, но сейчас вот как бы поэзия. Покажите, Юленька, покажите парочку. Это музыки и стихи, по-моему. Покажите сюда, покажите нам. Мы хотим видеть ваш почерк. Ого, хорошо, ближе, ближе, ближе. Так. Ну, я там пальмочки забабахала. Понятно, да. Дальше, дальше. Еще что-нибудь покажите. Вы монументальщица. И цветовичка. Окей. А нет, ну там у меня только начало картин. Как-то они не наделанные. Что? Хотите заканчивать эту работу? Заканчивать эту работу. Сейчас я принесу, хорошо, ту, которую я нарисовала. Несите, ждем. Так, вот Юлечка. Хорошая экспозиция. Как бы у себя сделала выставку дома. Видите? О! Показывайте. Выше поднимите. Выше. О! Я поняла. Ну, это будет стоком с гранат. Я здесь зернышки тоже. Я поняла. Вы уже свои рисуете картины, да? Ну, как бы... Давайте разговариваем. Ну, в принципе, как вы и сказали правильно, мы сказали, что я немножко как бы непослушная. Да, я не могу копировать. Я должна обязательно даже, если что-то, я должна что-то изменить. Но я говорю, я только начала у вас. Ну, конечно, я влюбилась в вас уже, наверное... Я с 18-го года покупала эти курсы, смотрела. Но я боялась прикасаться, потому что для меня это был высший пилотаж. Я думаю, нужно поехать, увидеть, как это делается. Потому что я изначально научусь неправильно, а потом буду все это... Ну, так как из-за этого вируса... Туленька, можно вам пару вопросов задать? Вы тут по профессии. Ой. Туленька, а вот скажите мне, вы когда рисуете, что с вами происходит внутри? Ну, это медитация. Это улёт. Это просто я не в этом... Техника, честно. Она мне далась кровью и потом. У меня столько... У меня... У меня столько страха было. Столько страха было. Думаю, ну как? Вот кто не даёт вам. Давайте мы этот страх куда-то денем. А ну-ка, скажите мне, пожалуйста, чем в вашей жизни вы ассоциируете... Когда вы ещё такой страх получали в жизни, в детстве? Вот такой страх... Ну, я с этим разбираюсь потихоньку. Я с этим разбираюсь. У вас где-то сидит, да, что вы этот страх в себе лелеете, так? Ну да. Это работа такая. Пусть он будет, да? Пусть он будет нашим другом, этот страх. Так, потихоньку, потихоньку уложим. Потому что, когда я делаю, я потом смотрю, я думаю, как это я? Вот, я любуюсь ими. Это мне даёт энергию. И чем больше я смотрю, тем больше она мне даёт энергию, тем больше я. И все, кто... Говорят, я просто так на этом, на карантине не сидела. Просто так. Я сама... Молодец, Юлечка. Ну, давайте теперь скажем, почему вам так важно, чтобы кто-то дал хорошую оценку? Допустим, зритель, да, сказал «хорошо». А вы сами можете сказать в своей работе «хорошо». Сто процентов могу, поэтому если где-то что-то мне говорят, какое-то замечание, я говорю, художник имеет право. Так что это твоё... Мне очень нравится ваше лицо, и мне нравится, что вы положительный... На это всё. А теперь можно я скажу по вашим картинам, что я представляю? Вы несомненная монументалистка, да? То есть вы делаете монумент, ну вот допустим, да, у нас есть цветок, да? Вы из этого цветка сразу делаете несомненный, незабываемый монумент. Я вот вашу бутылку наклоненную запомнила... ...которые вы показали, розовые. Я знаю эти цветы, вы из них сделали монумент. То есть это хорошее мужское качество в искусстве. То есть вы не перечислитель, но монументалист. И к этому я хочу ещё маленькое домашнее задание вам дать. Давайте перед тем, когда вы будете с натуры что-то рисовать, ну допустим, вот этот вот цветок, который стоит у вас на окне, да? Сначала напишите маленький рассказ про него. Ну такой, чтобы он поместился в... Вот запишите себе. Написать перед тем, как вот допустим, что-то купили. Допустим, сливы купили, да? Положили сливы, вам нравится их и хочется нарисовать. Напишите сначала маленький рассказ. Пусть он будет косо-криво написан. Но вы хотите нарисовать каких-то цветов или слив, или фруктов, что вы хотите нарисовать? Потому что вы зрите в корень того, что вы рисуете. Допустим, цветок нежный, высокий, ароматный. Вы не перечисляете у этого цветка ни кровеносную систему, ни бархатистость, ни его тычинки, ни пестики. Вы не перечислитель. Вы зрите в самый корень. Это мужское качество. В искусстве это очень важно. Вы обладаете им, несомненно. Работы, разрешенные в вашей квартире, ну просто прелесть, да? Никакая работа не наезжает на другую. Никакая работа не соперничает с другой. Это говорит о том, что вы мыслите правильно и хорошо в искусстве. Дальше, ваша задача еще развить... Примитив. Это то, что тоже мы называем. Рисуем только главное. От страстепенного отказываемся и бьем в самую точку интеллектуального зрительского восприятия. Не эмоционального, а интеллектуального. Вы понимаете, что вы объясняете людям самое главное о предмете. Продолжайте действовать в том же духе. Но прошу вас об одном. Сильно сложные... Не рисуйте. Начните, вот допустим, с... 40 на 50, 50 на 50. Ну, в крайнем случае, 50 на 60. Не рисуйте сразу огромный, большим количеством предметов. Да? Просто что-то хочешь сказать, Юлечка. Дух находится. Ну, вот Надя как раз приехала с Узральского. Что говори? Завновленная, хотя там поехала подработать, но... Знаете, что у вас есть хорошего? У вас есть святая земля, которую можно втирать в холст. Лени привозят специально вот с Иерусалима святую землю, и она перед началом каждой жизни обязательно побрызгивает святой водой и святой землей. Оно что-то дает. Юлечка, вопрос есть у вас к нам? Ну, пока как бы это... Все нормально, все хорошо. Просто я очень рада, что я вас нашла. Вы просто не представляете. Я говорю, я всем рассказываю, говорю, вау, это просто такая удача. Мне говорит, Юля, смотри, это, наверное, ты созрела, поэтому ты нашла таких учителей. Вот, ты раньше же... Ну, пусть они будут, они нам не мешают. Хотите, выгоните их куда-то на горизонт, эти браки, представьте, что это какие-то черные насекомые, и выгоните их на горизонт. И все. Я начинаю, я не знаю, думаю, если бы я была в отессе, я была бы у вас, мне было бы намного легче. А тут приходится вариться как бы в этом, и когда что-то не получается, что-то не получается, это же, елки, ну, жалко. Давайте, можно приедем к нам, подсоединим вас к своему судьбу, и будете уверены 100%. Разве мы сильно далеко? Мы же вроде не сильно далеко, я думал, что Израиль, это часть Одесской области. Пусть и едете к нам. Летом в Грибовку приезжайте. Как же я приеду, если самолеты не летают сейчас? Позже. Закончится. Закончится, я не только... Я не буду Грибовку ждать, я приеду в Одессу. Пока для интереса возьмите, пожалуйста, курс «Леонардовские игры» у Паши. Выпросите курс «Леонардовские игры». Есть у Юлии «Леонардовские игры». Совершенствование того, что у вас уже есть. И чтобы было более оперативно, всегда можете в личку написать. Да, я покажу. Посмотрите, он у вас уже успел нарисовать. Да ладно. Вау. Я приеду, заберу. Вова сидит и тут же вас рисует немножко. Вы еще более оперативно, если какие-то вопросы возникают, это относится ко всем. Можете писать Павлу, он перешлет нам какой-то конкретный вопрос по технике или по какой-то конкретной работе. Чтобы была обратная связь, не стесняйтесь. Как бы информации, конечно, очень много. Но, тем не менее, мы стараемся отвечать всем. Да, лучше, конечно, можете писать и мне. Но вот подпишитесь на нашу группу в Фейсбуке. Спасибо. Да, в группу в Фейсбуке «Арт-клуб живописи Елены Ильичевой». Там много участников, все общаются, там можно оставлять свои работы для рецензии, мы их пересматривать будем. Я думаю, мы максимально постараемся в Фейсбуке закрепиться, чтобы упростить. Зато у нас есть и Viber, и Telegram, мы везде общаемся. Но надо какую-то единую выбрать платформу, чтобы было всем комфортно. У нас очень много студентов находится в ВКонтакте, в социальной сети. Но в Украине, опять же, эта социальная сеть заблокирована, поэтому мы не всегда можем нормально модерировать это направление. Это золи-хризантемы, которые превратились в узор. Сейчас много цветов начинает расцветать, и можно себе составлять букеты и пробовать их, действовать, как будто бы это одна семья. Хорошо, попробуйте, давайте. Хорошо, Юлечка, спасибо вам. Интересные были вопросы, хорошее обсуждение. Да, буду микрофон вам выключать. Елена, кстати, может рассказать о определенных традициях, о традиционных каких-то ситуациях, которые она делает перед тем, как написать картину. Я являюсь невольным свидетелем определенных йоговских упражнений, дыхательных упражнений, втирания святой земли в холст. Что происходит перед подготовкой к написанию натюрморта, вообще картины, чтобы она состоялась? Смотрите, прежде всего надо иметь место силы. Ай, не знаю, что хотите, мастерскую свою. В этой мастерской все должно действовать по вашим законам. Вот эта комната, или мастерская, или дом, да, или поместье, или просто закуток маленький, куда никто не входит, кроме вас. Должно быть все по вашим законам. Политый, побрызганный так, как вам хочется. Книжечки должны стоять именно те, которые вы любите. То есть, кто такая эта комната ваша мастерская? Конечно, продолжение вашей картины и начало вашей картины. Вы, когда входите в эту комнату, допустим, где стоит полочка с вашими любимыми книгами, вы интуитивно, как-то, или валяться что-то, или кто-то что-то принесет и поставит свое, да, вы не сможете зайти внутрь себя. Поэтому я от вас прошу и всегда говорю, попросите свою семью, чтобы выделили вам мастерскую. И приходить информация к вам. Вы, когда приучите себя приходить хотя бы на пару часов в эту комнату, висят, вернее, на стенах, где-то спрятаны в пачечку неприятные работы, где-то книжечки лежат ваши, где-то ваши записи. Там, где ваша любимая музыка будет, да, звучать. Где-то лежит натюрмортный фонд, который всегда, вот, как бы, всегда может... Вот это вот, видите, вот эта ваза, она, ну, не ваза, она, кукшин. В том месте этой мастерской можете найти кусочек, кусочек вдохновения, который потом перейдет в вашу картину. И вот, допустим, вы просто пришли к себе в мастерскую. Вы понимаете, вы как будто бы переместились уже в ваш холст. И вы уже начинаете действовать интеллектуально. Что там будет нарисовано? Возможно, это из-за вспоминаний детства вы дёрните. Значит, сразу запишите. Вспоминания. Допустим, вы вчера что-то увидали на прогулке такое интересное, которое никто не видит, кроме вас. Запишите. Допустим, вот Владимир, видите, как он? Он не сидит просто так. Он взял и нарисовал вот такие домики, которые могут быть на горизонте. Он же не сидит просто. У него вот рука сама рисует. И вы тогда смотрите, какой холст мне взять по силе. Насколько у меня сейчас есть сила нарисовать огромную, большую, монументальную. Маленькую напишу. По поводу, допустим, сегодняшнего похода на базар. И я вдруг увидела красный шиповник. И я вот эту горстку красного шиповника купила. И я по поводу этого шиповника сейчас... Я как бы преклонюсь перед этой ягодой. Но эта ягода, она одна не может быть. Так, что у меня в натюрмортном фонде? Серебряное блюдо. Да, я положу его на серебряное блюдо. Что у меня? Драпировочка какая-то бабушкина салфетка. Да, положу под это блюдо драпировочку. Что еще? Может быть, длиннобитная стена сзади? Какая-то веревочка, какой-то ключик. Но главный герой – это вот этот шиповничек сегодня. Вот это из крупиц, из крупиц. И, возможно, вам будет трудно сесть за холст. Но я всегда говорю, можно почитать молитвочку любимую, ну, даже отче наш, да? Или, допустим, почитать любимый рассказ Германа Гетца или Томаса Мана. Кого вы любите? Возьми. Еще очень важно иметь, конечно, книги. Вот дразним себя великолепными картинами, которые сделали... Вот посмотрите, Ван Гог, да? Вот у вас начинает подниматься такое. Я сейчас посоревнуюсь с другим художником. У вас начинает подниматься, что вы сейчас делаете произведение искусства. Вот почему мы не любим заказы. Когда нам заказывают работы, их придумывают. Мы должны взрастить у себя, живем в своем холсте белом, показать другим людям, чего они не видят. Вы понимаете? И вот будущее наше – это в нашей... И вот вы тогда уже будете себя иметь... Оно уже не улетит от вас, да? Воспоминания это. Вы уже записали или зарисовали, как вот Володя. Видите домики? Зарисовал, взял. Вот. Ну вот это я хотела бы сказать. Хорошие рекомендации, классные. Есть у меня пару тоже моментов. Сейчас еще предоставим слово тем, кто... Ну покажи, Паша, вот ту картину, которая сзади тебя стоит близко. Я что-то за ней соскучилась. Это из мастерской на песке. А ну ближе ее подвинь, пожалуйста. О, так ты ее засветил. Подвинь ее ближе, покажи нашим студентам. Это снасти рыбака, которые находятся в мастерской на песке. Пуры, посмотри. Ближе, ближе, ближе. О, блестит, блестит. Наклони. И сухая рыба, и какие-то снасти, которые ловят маленькую рыбку. А вот эта швабра большая, знаете, это что? Это разравниватель песка, чтобы песочек был ровненький перед домом. Из грибовки снасти, да? Я сейчас хочу вернуться к нашей рубрике показа работ наших студентов, которые вот просто нам присылают свои работы. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Как раз вы говорили о том, что очень наши девочки из Казахстана, Мороа и Елена, вот они с прошлого мастер-класса по Ирису... Не поленились, пошли в горы и... Они сначала, да, они стали главными, кто затеял... Сходами, да? Сходами, да. Или с табельниками. С табельниками. Молодцы. Эти девочки приехали к нам в Одессу, пару раз приезжали и взяли все знания, которые только можно было взять. Вот до медитативных упражнений. Так, я сейчас немножко еще... Вот... О, сирень. Это кто? Елена, да? Тамаруа писала, вроде бы, да. Елочка, да? Ну, смотрите, хорошая. Посмотрите, как по пластике она. Она даже и на нашу абсолютно не похожа. Но остерегайтесь, пожалуйста, большого пастоза. Ну, замечательная, монументальная. Да, Волочка? Да. Мне нравится. Очень цельная. Цельный свет, цельная тень. О! А это маруа, да? Ну, наверное, я не вижу, я вижу только фотографии. Какие красивые луга. Луга замечательные. И вот, смотрите, маленькая ошибочка маруа. Вот, ну, забора, да? Наверху получился заборчик. В одном направлении не ставим. Хоть чуть-чуть менять направление с гроздей. А вообще-то, ну... Это вот в процессе в самом. Да, да, да. Скидывало, да? То есть, как вот происходит? Вот, надо выдержать вот этот вот, всю вот эту экспрессию, которая есть в начале. Да, вот я по себе просто знаю уже, мы когда проводим вот эти вот записываем видеоуроки, проводим вебинары, очень классно ловить несколько фото или видео моментов в процессе написания. Потом можно это обсудить. Так вот, не забывайте, не забывайте, все-таки на этот кувшин тоже, посмотрите, какие умнички. Они, это маруа, да, дело, молодец. Она по овалам прошлась. То, что я требую, конструктивность. А здесь должен быть отцвет от этих цветов, да, чтобы она... О, хорошие, хорошие тюльпанчики, монументальные. Замечательная работа, да, да. Вот здесь маленькая ошибочка, хотя, ну, эти вообще супер... Ну, это по диску, да, маленькие красные тюльпанчики. Ну, это все картины по видеоурокам сделаны. То есть, Елена Смурова, сейчас у них время много свободного, они покупают уроки и по ним... Вот в этой работе, как нигде правильно сделано закрывание одной чашечки, другой. То есть, мы не выстраиваем их рядом, а мы прикрываем. Вот, допустим, два цветка, они имеют право быть перекрытыми. Вот Танечка Безумова прислала свои зарецовки. Она гуляет по лесу и вот, сосна на берегу пруда. То есть, это вот твое домашнее задание переплетения веток деревьев. То, что ты давала на прошлый год. Таня, ты с нами, я могу тебе пару слов сказать. Ты, пожалуйста... А ты, да, Танечка? Ты же уже с нами сотрудничаешь, как комсорг по деревьям, да? Можно тебе сказать одно слово. Вот, смотри, если у нас цилиндр, мы его рисуем, осознаем, как... Попробуй делать это с тобой, и ты будешь знать, по каким направлениям надо штрешок ложить. Да? Архитектурно, чтобы показать, что это дерево в подпище цилиндров. Если будешь действовать вот так, штрихом, будешь рисовать только внешнюю форму. Она хорошая. Ну, здесь, когда она декоративная, и вот, смотри, вставление веток одна в другую... Вставление веток хорошее, да? Направление... Так, что-то я не слышу, Елену, почему? Что у нас сегодня с интернет-соединением какие-то непонятки, но прорвемся. Вот я дальше полистаю, Лена, посмотри. О, ну вот, это то же самое. Видите? Она вцепилась в землю своими корнями. И только, и даже светотень она сделала. И только если она начнет действовать... Вот я по этому покажу. Вот дерево, да? Если мы будем действовать вот так карандашом, мы никогда не покажем, что это цилиндр. Если мы будем действовать карандашом с учетом его заворота, да, вот в этом направлении, вот в этом, вот в этом. И не забывайте, что вот этих линий нет, вот этих линий нет, да? То есть мы действуем вот так, вот так, вот так. И вставляем ветку осознанно, и уже начинаем по ветке действовать тоже. Вот так, вот так. Вот Танечка прислала фотографии этих мест прекрасных. Ой, супер. Это вдохновение. Да. Смотрите, какие там деревья. Это такие освещенные деревья, поэтому следим. Вы видите, что у нас как бы может... Ну, обнимите сначала дерево, дайте ему имя. Вы знаете, мы когда что-то рисуем, обязательно было бы неплохо ему имя дать. Допустим, вам понравился какой-то дуб. Обнимите его. Попытайтесь ногами уйти в воображение корней этого дуба. И ветки этого дуба. Обнимитесь. Представьтесь, что... Ваш любимый человек. Ваше любимое растение. Боже, какая красота. Вот. И когда вы почувствуете... Чувствуете его токи вот эти, да? Токи. Как идут, да? Соки по его внутренним вот этим вот овалам, да? Вы... Вы... Тогда это... И оно живым и будет у вас на картине. Понимаете? Имя дайте ему. Это хорошо. И вы его никогда не спойте. Я дальше передам. Сейчас одну минутку. Кто хочет получить слово... Кто у нас не... Татьяна. Татьяна, вы хотите что-то сказать? Я включу вам микрофон. Нет, не будете, да? А не что-то без слова, да? Хорошо. Так, вот, Мамакова Наталья. Наталья, здравствуйте. Ой, Наташенька, привет. Байкал, Байкал. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, вы там нарисовали, покажите. Покажите нам, мы любим ваши работы. О, вот это крутяк. А посмотрите, какая красивая асимметрия у Наташи, да? Тюльпанов. Ну, замечательно, замечательно. И мне так нравится, что вы стилизуете декоративно, но очень умненько. Если кто-то когда-то слышал, как я рассказываю про прекрасную декоративность, это... Вот дайте я еще раз говорю. Прекрасная декоративность. Мы можем взять цветок и сделать его фотографией. Ну, мы можем взять цветок, его стилизовать. Вот что удалось Наташеньке сделать. Она стилизовала этот тюльпан, зная о нем все. То есть она сказала о нем сам. Вы понимаете, это то же самое, как у Юлечки из Израиля, да? Есть вот такое качество, когда человек не разменивается по мелочам. Правильно, Натали? Я правильно про вас говорю? Вы действуете... ...мелочи. Правильно? Да. Замечательная работа. Еще что-нибудь? А где ваши пейзажи? Пейзажи пока вот те два пока нет. Попробуйте, погибите нам. Еще, может, другие девушки посмотрят. Так, вот это с птицами. Вы видите, еще одно качество у Наташи хорошее. Это монохромная... Как вам сказать? Монохромная скромность. О! Есть девушки, ну, есть студенты наши, цветовички до невозможности. Да, много цветов. У нас монохромная скромность. Вот она, да? Монохромная скромность, которая очень даже спокойная, тихая и благородная. Поэтому я Наташеньке говорю такое... Сделать свои... Помните, мы, когда мы работали... Мы брали цвета у других художников, мы делали 9 кубиков на холсте, 50 на 50. Помните? Наташенька, вам домашнее задание. Смотрите. Придите, придите в состояние благодати. Сделайте... Пристану у мебели в вашей... Как будто бы по новой вы зашли в свою мастерскую и сделайте, пожалуйста, вот такой кубик. 40 на 40 возьмите. Только свои любимые цвета туда. Свою палитру, Натали, пожалуйста. Хорошо. Больше трех цветов не смешивайте. Два цвета белила, три цвета белила. Белила... Смотрите, свою вот такую клетку только своих любимых цветов. Хорошо. Смотрите, какая вы талантливая насчет того, чтобы быть скромной в цвете в своих работах, но очень уверенной и очень доходящей до других людей. То есть вы разговариваете волосом, вы разговариваете своими цветами. Поэтому я вам вот такое домашнее задание даю. Пожалуйста, сделайте цветовую раскладку из девяти любимых вами цветов. А потом нам покажете. Хорошо, Наташенька? Хорошо. Но я сделала... Это вы уже сделали, да? Я уже сделала. Это вы сделали, да? У меня не было, да-да-да, это у меня же не было араратика, араратика не было. Это вы, да, работали с поиском... Поиском задания. Почему я вам сказала сделать некоторую перестановку у себя в комнате? Вы должны на себя посмотреть другими глазами. Вы даже можете, ну, какой-нибудь предмет занести туда, какой-то антикварный там стул или, ну, что-то поменять у себя в привычном укладе. Хорошо? Вы когда поменяете, вот просто выделите день на то, чтобы сделать перестановку. Давайте так. Давайте представьте себе. И вот вы для этого фильма делаете сначала перестановочку, легкую, не сильную, у себя в мастерской, так? То есть декорацию. А потом вы утром заходите туда, да, с чашечкой кофе, расслаблено, и делаете цветовой набросок вашего будущего фильма. Давайте. Надо развязывать ваш талант дальше. Хорошо, спасибо. А теперь ваш вопрос. У меня вот какой вопрос был. Вот когда я рисовала вот эти тюльпаны, я протирала, 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 и у меня не хватило вторую половинку сделать. Моя главная картинка, но я кое-где не протёртая, конечно. Вот когда будет в таком случае, ну не хватает, вот пять часов, и я просто... Спасибо, я вам удаляю. Был обеспечен протиркой. Вы лучше сделайте перерыв, да, на шивасану, да, пойдёте в йоговскую позу, допустим, в тишину, поспите, да, полчасика, но вы в этот день успеете всё протереть. Ну то есть самое главное в этот день протереть, всё. Самое главное протереть в этот день. В этот день всё протереть. Вот успеть всё протереть столько сил. Ещё есть один секрет. Это уже про прошкряпку. Прошкряпка тоже бывает так засохнет, что вы даже на второй день уже тяжело шкрябаете. Возьмите в конце первого дня, закройте вашу работу целлофаном, заверните её целлофаном, чтобы туда не заходил воздух. Вот так её закнопите со всех сторон целлофановой, по большим, да, вот так его. Всё, меньше высохнет, но протерка на второй день невозможна, сразу вам говорю. Некоторые цветы не любят такого большого пастоза, но вы справились. То есть вы сделали пастоз нежный, и вы его лезвием прижали, и как раз это получилось то, что нужно для тюльпана. Спасибо. Спасибо, спасибо. Клющик, кто там ещё у нас есть, Павлоша? Или мы можем что-то ещё говорить? Мочка, дай мне свой каталог, пожалуйста. Сейчас, девочки, важно. Туда, так дай, так дай. Смотрите, свой, свой лежит рядом. Смотрите, надо, я помните, вас всегда спрашиваю, к чему стремимся? Стремимся к собственному каталогу. Мой каталог, Владимиро каталог, Владимиро каталог. Полистаю. Должен быть обязательно текст искусствоведа. Мы к этому стремимся. Это вместе с выставкой вашей будет. Дальше. О нём. В каких он участвовал в выставках. Это всё вы... Почему я сейчас вам это рассказываю? Потому что ни одно ваше действие не должно быть фиксированным. То есть сделали работу, сфотографировали её. И потом писали, конечно, записали, как называется. Даже если вы графику сделали, фотографировали её обязательно. Фотографию можно сделать и положить у себя на столе. Вы узнаете тогда, какую следующую работу вам делать. Так? Вот. Для бухгалтера у вас надо, чтобы всё было зафиксировано. И она не похожа на ваших учителей, и она вам нравится. Зафиксируйте её, сфотографируйте. Запишите, как она называется. Год, месяц, размер, холст масла, чем сделано. И обязательно тексты. Посмотрите, видите тексты идут? То, что я кому пожелала. Мы записываем, записываем все размышления наши по поводу вдохновения. Да? Вы чувствуете? Это мужская рука. Это не наши цветочки. Да? Вот. Архитектурные сломы Владимира. То есть здесь тоже его работа, тексты мы взяли у кого? У Катаева. Все, кто про Одессу писали. У Ребребери. Он писал тоже про морские дела. Вот она, Граната Вовина. Посмотрите, другая. Так. То есть вы поняли, да? Если вы не сделаете сейчас задел в виде фотографий, блокнот заведите, где вы будете записывать свои работы, как они называются, возможно, какая галерея продала и почем продала, вы не будете знать ход вашего творчества. И тогда трудно сделать через пять лет такую книгу. Вы понимаете, что книга должна состояться? Ну, давайте вопросы. Так, Наталья, все, да? Мы с вами закончили, да? Спасибо вам за вопросы. Вопросы. Нет, ну на самом деле мы уже будем подходить к концу. Я хочу подвести итог. Да, конечно, мы всем желаем создавать свои каталоги и с ними работать. Это как бы является вашим основным портфолио. Даже если есть в интернете электронная версия, то, конечно, нужно обязательно печатать свои каталоги хотя бы один раз в несколько лет, чтобы ваши коллекционеры, ваши клиенты, кто покупает ваши картины, могли в руках подержать эти каталоги. Вот, я хочу немножко подвести итог наших последних мастер-классов, вебинаров, которые связаны с ирисами. Вот, как говорится, Остапа понесло, а в этот раз получилось, что так красиво ирисы цвели, что Елена с Владимиром в них вцепились и написали три портрета ирисов. И сейчас идет усиленная работа над написанием большой цветочной композиции «Сад Клода Мане». Я хочу немножко развеять определенные технические моменты, что изначально мы как бы заявляли, что это будет три портрета цветка, там, написанные в течение пяти часов, там, за один мастер-класс. Но слишком сложный оказался цветок, и наши авторы, да, это меня поймали, авторы не осилили, да, в итоге, в итоге, что мы получили? Мы получили три урока отдельных по три часа каждый, то есть там 3.20 каждый урок, то есть на каждый цветок у нас ушло по три с половиной, у нас, у наших авторов ушло там по три часа, и в итоге мы получили практически десятичасовый мастер-класс, хотя продаем мы его по цене пятичасового по стоимости, еще и со скидкой 50%. Вот у нас еще буквально пару дней до конца карантина осталось, мы хотим напомнить, что скидка все еще действует, можете заказывать. А «Сад Клода Мане» попал под ту же раздачу, как говорится, и вчера за пять часов, даже за пять с половиной часов тоже не успели дописать. Сейчас, вот после завершения конференции, у нас будет вторая часть, продолжение, будет дописывание. Сейчас надо чуть-чуть закончить его. Да, сейчас будем дописывать, сейчас будет уже все включено, оборудование. Но это уже будет как отдельный бонусный урок. Поэтому всем рады, хочу подвести итог, всем спасибо за вопрос, и запись эта будет выложена на YouTube, чтобы можно было пересмотреть наше общение. Да, и вот многие пишут, что очень понравилось направление с ирисами. Ну да, время цветов этой весной было затронуто максимально, и не зря, я считаю, потому что подборка начали там с тюльпанов, и были и нарциссы, и ирисы, и большие букеты, и маленькие портреты цветков. Всем спасибо, да, мы... Ну, я что-то скажу. Да. Смотрите, я чувствую, что очень многие студенты просят женские портреты стилизованные. И вот я вас прошу сейчас, кто хочет подсоединиться к этому действию, пересмотрите фильмы с Одри Хепберн, которая играет «Завтрак у Тиффани», знаете, вот эти все фильмы драгоценные. Пересмотрите, она такая красивая женщина, и мы начнем с парижского завтрака. Это на следующей неделе сделаем композицию с Одри Хепберн, как будто она сидит в парижском кафе, но спать еще не ложилась, пьет чашечку кофе, гуляла всю ночь, да, но ее обаяние от Givenchy должна быть обязательно. Пойдем через женский портрет на фоне парижского кафе. Вот... Волочка принес только что с нового рынка клубнику. Ну, как можно купить и начать это рисовать? У нас уже клубника есть. Ну, уже давно, можно сказать. Это по-настоящему, я думаю, в Израиле она там живет. Ну, в Израиле, конечно, там круглогодично она есть. Хорошо, всем спасибо за то, что приняли участие в нашей конференции. Мы стабильно встречаемся каждый четверг в 2 часа по киевскому и московскому времени. Присоединяйтесь. Бывает, с рассылками у нас не все в порядке, но мы стараемся своевременно напоминать. Оно где-то с задержкой получается. Ну, помните, что в 2 часа дня можно обязательно подключиться к нам. Мониторьте наши группы на Фейсбуке. В Ютубе очень, кстати, много полезной информации было выложено. Кто даже не принимал участие в последних вебинарах, там есть вот разбор, монохромная вот эта схема разбора цветка и риса на нашем канале. Можете обязательно просмотреть. Много полезных видео мы публикуем. Могу продублировать. Можете просто написать «Школа искусств Аурум». Сейчас я сброшу, кто вдруг на Ютубе нас еще не видел, хотя у нас там более 10 тысяч подписчиков, что тоже немаловажно. Подключайтесь, будем всем рады. Все, мы заканчиваем. Всем спасибо. Елене с Владимиром спасибо. Пойдем дописывать большой букет ирисов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok